Привет, друзья! Я рад приветствовать вас на канале Капитан Герман. И сегодня у нас утро, день, вечер, неважно что угодно, но вы находитесь перед экраном телефона или компьютера, или даже телевизора. Поэтому пришло время вам рассказать об одной удивительной и прикольной истории. Наверное, все смотрели фильм «На гребне волны». Ну, в общем, об этих людях у нас сегодня пойдет речь. Итак, Илья и Сюзан – семья, у которых трое детей. Трое детей с суперактивной жизненной позицией. Они серфят, катаются на велосипедах, на досках, на чем угодно, здесь прямо по Марине. И путешествуют, и живут на катамаране, который находится вот прямо за мной. Поэтому сегодня пойдет рассказ о них, и будет он называться «На гребне волны». Погнали, и я вам расскажу, покажу. И они живут очень интересной жизнью. Детки вообще все время заняты, родители все время заняты. Мы просто наблюдаем со стороны и думаем, блин, какая офигенная семья, надо с ними познакомиться. У них вот сейчас можно посмотреть, мы подходим. Детский инвентарь, сколько тут игрушек, всего такого. Привет, привет, можно мы поднимемся на борт? Конечно, спасибо большое. Меня вы знаете, меня зовут Сергей, и так... Какое твое имя? Сезанна? Илья? Илья? Окей! Мужчина, как тебя зовут? Кай. А тебя как зовут? Саша. Саша Фишермен. То есть рыбак. Как про мишен. Сейчас мы начинаем обсуждение и начинаем разговаривать о крутой семье. Вперед. Все говорят, о боже, как можно с детьми жить на борту? Как вы выживаете с детьми? Как вы можете выживать на борту с детьми? Мы видим вас и видим кучу детей, которые бегают вокруг с огромным количеством энергии. Это самый лучший пример того, как можно с детьми жить. Я знаю про развлечения все. Так, об этом мы будем сегодня разговаривать. Я вижу, у вас большая семья. Как это возможно вообще путешествовать с семьей? Я знаю, многие люди говорят, путешествовать с детьми это тяжело. Как это вообще возможно? Ну, просто запустил их на лодку и вперед. Ничего особенного. Просто тебе нужно много всего иметь на лодке. Что тебе нужно? Одежда, еда и куча игрушек. Игрушки это очень важно. У них есть все. И велосипеды, и доски, скейтборды. У нас даже есть оптимист. Оптимист. Он капитан оптимиста. Ты можешь управлять оптимистом? Сколько тебе лет? 13. О, это новый капитан. Второй капитан. Мой друг говорит, если вы хотите, чтобы ваши дети никогда не занимались яхтингом, купите им оптимист. Что ты по этому поводу думаешь? Это правда? Нет. Может быть, мотоцикл? Мотоцикл? Он раньше ездил на мотоцикле, раньше. Я видел видео, я вам покажу то видео, которое Илья показал мне. Оно очень крутое. Саша может ездить на мотоцикле, Кай тоже. А какой вид мотоциклов? Мотокросс. 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 Я раньше ездил на мотоцикле. На треке на Гавайях. Мы жили на Гавайях последние 6 лет. Я начинал с монохола, и моя первая идея была купить монохол. Но нас слишком много, и у нас большая семья, и нам нужно много места. Для нас двоих уже слишком много игрушек, у нас уже просто ничто не помещают. И серфборды, и скутера. Это большая лодка. Какого размера? Это 46 на Аутитек. Для этого количества игрушек, которые мы везем, это уже кажется даже недостаточно. У нас есть... Что у тебя есть? Два SUP, пять досок для сорфинга. Это для разных условий? Это для людей, которые уже могут кататься? Или для новичков? Это для тех, кто может уже свободно кататься. Итак, у нас есть два виндсерфинга, шесть парусов, и я не знаю, сколько мачт, бума, оптимист. Ты говоришь, что тебе нравится виндсерфинг. Почему тебе нравится виндсерфинг, а не кайтсерфинг? Потому что это тяжелее, тяжелее кататься на виндсерфинге, чем на кайте. То есть на кайте более легко, а тебе нравится что-то более... То, что физически сложное. Нет, не столько физически, сколько технически. Я видел, что ты делаешь виндсерфинг очень быстро. Мы делаем... Мы серфим только на больших волнах. Если нету волн, значит мы не серфим. То есть тебе нужна плохая погода для виндсерфинга? Нет, нам нужна такая погода, как вот была недавно, то есть с обычными волнами. У тебя два пульта управления, справа и слева. Это удобно здесь стоять и отсюда управлять лодкой? Я думаю, что это очень комфортно. Почему тебе не нравится Flybridge? Потому что бум становится намного выше. Мне это не нравится, я архитектор, я люблю эстетику так же. Но высокий бум мне не нравится. Эта лодка очень красивая. Если вы управляете лодкой на Flybridge, это тоже прикольно быть на Flybridge. Но я могу стоять здесь и быть с людьми в это же время. А если я буду лазить наверх, то я буду отдельно от всех. И если это плохая погода, ты здесь стоишь внутри, это так же удобно. Плюс, я еще могу смотреть за детьми, это тоже очень важно. Если плохая погода, то я вижу всех здесь. Это безопасность. Почему Naughty Tech? Почему не Fontaine Peugeot и не Lagoon? Потому что Lagoon это более тяжелая и медленная лодка. Это как дом на воде. А мы выбрали этот исключительно потому, что бум ниже, то есть нету Flybridge. Мне не нравится Flybridge. Это high performance, то есть он лучше идет против ветра. Наш план никогда не идти против ветра. Да, я понимаю. Но в случае, если, мне кажется, я смогу, но мы никогда не пробовали. Мы не тестировали их в разных ситуациях, мы только ходили downwind. Если прогноз погоды неподходящий, мы не идем. Это классная философия. Я говорил ему, что на катамаране хорошо, потому что может быть студия. Но мы уже сделали один виток вокруг земного шара. Поэтому, если мы захотим немножечко остановиться, выдохнуть, успокоиться, может быть, тогда мы будем смотреть в сторону катамарана. Но на монохоле, если ты видишь погода не очень хорошая, ты знаешь, что ты сможешь пройти. И ты такой думаешь, ну блин, может быть, Кай, ты делаешь все вместе с отцом, как серфинг. Я видела, он ездил на рыбалку сам, без никого. Да, он иногда ездит сам, без меня, конечно же. Я ему не нужен все время. После учебы моя дочка приехала ко мне. Ей было тогда 14, нет, 15. Она закончила среднюю школу, и она начала со мной путешествовать. И многие люди начали говорить о том, что, слушай, ну а как же учеба? А что вот ты думаешь по поводу обучения? Потому что это самый обычный вопрос людей, которые смотрят на людей, которые путешествуют с детьми. Мы с Сюзанной раньше переживали на эту тему. Это наша была основная проблема. Но потом мы начали изучать вопрос, и нашли, что есть много программ, которые можно учить в оффлайне. Они отправляют тебе все материалы, ну и тогда дети переходят в следующий класс. Сейчас нету времени для того, чтобы учиться. Рыбалка, дайвинг, серфинг, оптимист, все. Это намного лучше, чем обычная школа с стандартной системой образования. А сейчас мы начинаем учить географию. Открываешь паспорт и по визам учишь, где ты был. Ты меняешься сам, ты видишь разные культуры. Кай, какая твоя любимая игрушка? Сёрфинг. Сколько у тебя досок? Две. Саша, а ты? Какая игрушка тебе нравится больше всего? Сёрфинг, рыбалка, мотоцикл, тузик. Мне нравится мотоцикл больше всего. Динги. Можешь ты ездить на динги? Нет, не можешь. Но я видел, Саша, я видел, Кай, ты можешь. Так смело сел и сразу поехал так, как надо и куда надо. Я даже снимал тебя на телефон. Взрослый, самоуверенный, сел, поехал. Класс. Я начал с виндсёрфинга. И после этого я езжу на виндсёрфинге всю мою жизнь. Что ты начал делать дальше? Почему ты стал жить на Гавайях? Это работа или что? Да, это был бизнес. Мы купили два куска земли, когда экономика была просевшая. Это было очень дёшево, и евро была достаточно с высоким рейтом. Я архитектор, и все деньги, которые я зарабатывал, я вкладывал в эти проекты. Илья, ты не выглядишь, как архитектор. Я инвестировал все деньги, которые я зарабатывал в эти проекты. Строили дома, строили дом на Гавайях. И потом мы его продали. И это был строительный проект, и это дало нам возможность путешествовать дальше. Что ты собираешься делать дальше? Какой твой план? Наш план – путешествовать за волнами и искать волны. Где вам понравилось больше всего? Мне понравилось. Я занимался кайтсёрфингом с моими друзьями, но однажды были очень крутые волны. Где это было? На Барбуде. Какое твое любимое место, Саша? Гавайи. А если на лодке не Гавайи? Санта-Люсия. Ну что, друзья, мы сейчас спросим Илью, почему же ему так нравится сёрфинг. И я надеюсь, он нам даст развернутый и романтический ответ, потому что вы знаете, насколько серфингисты в этом мире крутые ребята. Ну что ж. Я начал заниматься серфингом, когда я был маленький. А с этого момента я всю мою жизнь занимаюсь серфингом. Когда я решил, где я буду жить, что я буду делать, я всё время живу с волнами. Я рождён был на Майорке, и на Канарах очень большое количество волн. Потом я поехал на Гавайи, и после того, как мы купили лодку, мы решили, что наша миссия – это всегда следовать за волнами, которые мы можем найти. Я люблю виндсёрфинг, я занимался кайтингом и много других дел, но сёрфинг, он совсем другой, потому что это только ты и ничего больше. Это просто энергия волны. Ты не пользуешь силу ветра, ты не пользуешься ничем, только идёшь с волнами, с энергией волны. Ты чувствуешь себя свободным, ты не знаешь точно что, но ты чувствуешь после сёрфинга себя намного лучше. Ты оставляешь все проблемы сзади и заходишь в волны, и ты улыбаешься, ты счастлив, всё у тебя в порядке, после сёрфинга особенно. Это не скучно, нет, нет. Я не знаю точно что это, но я знаю, может быть это адреналин, и ты к этому пристрастился. Я не знаю, как это объяснить, но это очень крутое, очень крутое ощущение. Иногда это тяжело, иногда тебе тяжело найти ту волну, которую ты можешь взять, но ты берёшь тогда другую волну, ищешь другую, ещё, ещё. Это тяжело объяснить. Это так клёво, это клёвый момент, клёво в моменте, и ты получаешь от него удовольствие. Первая волна, которую я взял, мне было, я не помню, может быть, два, нет, 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 не два, четыре, наверное. После этого я какое-то время не сёрфил вообще, и после этого я приехал на Гавайи. Гавайи, это было начало моего сёрфинга. Это реально прикольно, когда ты это делаешь со своими друзьями. Это классно, когда у тебя всего несколько друзей, потому что если 50 человек на волне, это очень тяжело. Это расстраивает, потому что ты пытаешься взять волну, и ты видишь, что эта волна уже занята, кто-то другой находится на этой волне. Но если ты поймал волну, ты начинаешь получать удовольствие, ты улыбаешься. Но лучше всего это, когда два-три человека, и это намного выше шанс поймать волну. Но со своими друзьями это всегда прикольно. Счастливый, расслабленный. Думаешь о сёрфинге? 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 Субтитры сделал DimaTorzok